У меня два вопроса. Первый по поводу самого чтения и привлечения к нему. Я знаю, что есть школа быстрого чтения. Я сам там курсы проходил, вот послезавтра пойду с дочерью туда. Очень сильно облегчает человеку вообще не только читать быстро, а образно мыслить, понимать, текст по-другому воспринимать и так далее. Почему бы этот курс не ввести в курс школы? Хотя я спрашивал в школе Олега Андреева, говорят, никто не интересуется. Но это было лет 7 назад. И второй момент. Вот вы говорили про второй отдельный вопрос. Вы говорили про то, что современные школьники не понимают уже язык 19 века. Может быть, нам как одно из решений начать учить школьников древнеславянскому языку? И в этом контексте можно закладывать вообще очень много смыслов, потому что древнеславянский язык на фоне современного языка может показать и эволюцию языка, и эволюцию смыслов, и эволюцию образов. Была традиция преподавания древних языков в школе. Славянского не было. Отсюда, кстати, в русской... Я просто не хочу уходить. В историю миллион проблем. Еще там Державина учат по псалтире, и он понимает славянскую Библию. А Пушкина уже не учат по псалтире, и он не понимает для него некоторое напряжение. Поэтому перевод будущего митрополита Дроздова, Филарета, на современный русский язык производит переворот в русской культуре 20 века. Они наконец-то начали понимать. Более того, государь-император Александр I в 12 году узнает, понимая, что он никогда не читал Евангелие. Он читает его, правда, по-французски. Барьер возник между традиционной культурой и так далее. Проект нереализуемый масштабно, но реализуемый частным образом. Почему мы и настаиваем на вариативности? Есть школьники, есть школы, где эта задача решаемая. Есть школьники, есть школы, где задача нерешаемая. Так же, как раньше были реальные гимназии, и классические. Вы не можете всех перевести в классическую гимназию. Даже в системе начала 20 века. Чтобы был греческий, латынь, и церковно-славянский, конечно, тоже. Но как предмет, право на который должно быть у школы, у лицея, может быть, и у гимназии. Конечно, это нужно. Системно не получится. Номер не пройдет. Это вариативность. Почему мы настаиваем на вариативности? Не из упрямства, а потому что это дает возможность. У вас не может быть набора ключей сразу для всех разъемов в мире. Может быть, и можно. Такое большое что-то, огромное слишком. Поэтому нужно исходить из конкретных каких-то школ. Разумеется, да. Про навыки быстрого чтения. Опять же, это в рамках институциональных. Это не может быть задачей литературы, потому что литература задача медленного чтения. Но среди технологий я бы это, честно говоря, изучал в предмете ОБЖ. Потому что это часть... Для того, чтобы современный мир не свел тебя с ума, ты должен быстро уметь прочитывать, схватывая суть, и фильтровать по направлениям. Это нужно, это не нужно, это первостепенно, это первостепенно. А курс ОБЖ ведь ненасыщенный. Да, он растянут по всему курсу. И давайте назвать вещи своими именами. Он так долго живет в школе, по всем классам, потому что Министерство образования не хочет вводить НВП, начальную военную подготовку. И это суррогатный курс во многом. Есть вещи очень важные в ОБЖ, а есть вещи, которые просто потрава времени. Туда технология взаимодействия с современностью, а это то, что вы говорите, это технология взаимодействия с современностью, несомненно, входит. Про чтение. Мы все-таки, когда говорим про то, что падает или растет интерес к чтению, мы не оговариваем, к какому чтению. В принципе, читают не меньше и пишут не меньше. Просто пишут другое и читают другое. Прагматическое читают. Пишут лабуду, но для них это важная лабуда. Дуров просчитал молодежь и действительно уловил ее, как крысолов, увидя за собой в ВКонтакте. Пишут ведь там. Не пойми чего, но пишут. Вопрос, как сделать так, чтобы этот навык письма и этот навык чтения сомкнуть с опытом освоения традиций. Какие-то мостики навести. Вообще, если родителям где-то интересно, вы не видели когда, возьмите книгу Даниэля Пинака как роман. Это такой замечательный французский писатель и учитель, автор книги «Собака-пес» и так далее. У него есть его опыт привлечения. Она коротенькая. Там есть декларация прав читателя. Первое, чтение – это право. Это не обязанность. Это наше счастье, а не наш приказ. Мы должны исходить из этого. Это очень здорово, это нам нравится. Повторяю, это технологично, то, что вы предлагаете. И этому, мне кажется, есть место в средней общей школе про технологию быстрого чтения. А что касается церковно-славянского, то это, конечно, для лицеев. И должно быть у них право вводить такие курсы. Вопрос немножко футурологический. Как вы думаете, наступит ли время такое, когда нам придется, не то что нам, но тем, кто пишет учебники, то есть вам, когда-нибудь переводить просто, классическую, ныне живущую литературу, как классическую, он через 50 лет, может быть, на язык современности. Как англичанин средний должен работать с Шекспиром? Ну да, придется. Слово о полку Игореве мы же не читаем в оригинальную, оригинальную, если мы будем церковно-славянский вводить, или будем изучать историю русского языка. Конечно, системно придется. Но честно сказать, я вообще не знаю, что будет со школой через 20 лет. Вообще школа может поменять. Но сегодня мир, отчасти и российские продвинутые школы, переходят в технологии перевернутого урока. Это когда не на уроке вы проходите новый материал, а дома по заданию учителя осваиваете ядро нового материала, а в классе разыгрываете это, делая своим опытом, а потом на это наращивается учительское объяснение и расширение представления. Понимаете, да? То есть в принципе разобраться примитивно в новом вопросе вы должны сами дома, и это есть домашнее задание. А в школе вы начинаете игру, расходясь с параллельным позициям, когда это входит в вас, а дальше то, что вошло в вас, учитель расширяет. Совершенно другая технология. Нужен там учебник? Я вообще не знаю. Но это отдаленное будущее. Поэтому переводить придется. Несомненно. Но к тому времени мы не можем исключить, что цивилизация вообще снимет противоречие между видеотекстом, графиком и всем иным прочим. Потому что технологии позволяют, снимают это противоречие. У вас подвижная иллюстрация к книге, детской книге. Мультфильм может врастать в буквицу, буквица может... Потом, кто сказал, что это не может быть 3D и голографическое изображение, где текст... Это же все технологически уже решено, это просто не вошло в массовое производство. Это будет порождать технологические проблемы для следующих поколений. Но вот моя средняя дочь, которая 16 лет, она с возмущением говорит о световой клавиатуре. Куда это гайшит такое вообще? Клавиатура должна быть материальная. Как же такое... Не вот по столу щелкать по виртуальным несуществующим клавишам. То есть она уже технологически отстала. Она привыкла. При этом представление о нашем опыте, какое... Мы начинаем говорить, что... Мы тоже обсуждаем... Да, вот одна из игр, которая возможна в отношении с классикой. Что было бы с сюжетом этой книги, если бы у героев был мобильный телефон, компьютер, Фейсбук. Ты проигрываешь этот сюжет, пропускаешь через... Досочиняешь через современные реалии. И мы говорим, у нас же не было мобильных телефонов. Конечно, у вас были гонцы. Это представление о том, где мы с нашим опытом. Можно единственное утешить, что и они будут примерно там же, когда их дети вырастут. Конечно, мы в бесконечно меняющейся цивилизации. То, что говорил я, это перспектива от 10 до 20 лет. Дальше горизонт мы не видим. И то может произойти что-то такое технологическое, что что-то поменяет вообще все. Но проблема, как с литературой взаимодействовать, останется. И мы каждый раз будем решать ее заново. Просто я тогда хотел бы от школы уйти в другую немножко сферу, в бизнес. Приходится очень часто сотрудников заставлять что-то читать, что-то учить. И я понял, что в последнее время намного лучше работают как раз технологии визуализации. То есть, как только начинаешь объяснять на доске, рисуешь что-то маркером на флипчарте, то люди сразу схватывают момент. И, в общем, многие воспринимают это как угрозу того, что скоро печатная книга уйдет. Вообще любые материалы, написанные на печатные, уйдут, и будут кругом только комиксы. И, в общем, есть некий такой клин, когда сталкиваются мнения архаичные, базирующиеся на фундаментальных ценностях, скрепах и прочих вещах. И есть вещи, которые смотрят вперед и понимают, что в будущем, учитывая все динамику развития технологий и все наши технологичные вещи, созданные мультимедийные, есть вариант уйти вообще от печатных вещей. Как вы считаете, вот этот конфликт чему приведет в итоге? Так, как бы мне покороче, поскольку есть огромное количество исследований, невероятно интересных на эту тему. Но если совсем кратко, вот совсем просто по очень грубой схеме. Человечество с самого, как начало осознавать себя человечеством, искало возможность двух вещей, которые в животном мире отсутствуют. Это закрепить образ реальности и транслировать закрепленный образ вовне. И ушло на это несколько десятков тысяч лет, прежде чем появляется первый образ камеры-обскура, фиксирующий реальность без участия человека. А еще через сто лет, например, 1500-й, это в набросках у Леонардо да Винчи. А потом еще через лет 70 появляется первая камера-обскура. Еще через 80 лет после этого появляется первый волшебный фонарь, который позволяет нам образ транслировать, переносить вовне. И с этого момента мы попадаем в некоторую ловушку, потому что с бесконечным ускорением эти два процесса сначала идут друг навстречу другу, фиксация, трансляция. При этом две силы очень быстро, самые консервативные силы, очень быстро сделают ставку на крайний прогресс. Это армия и церковь. С ними связаны эти визуальные торжества оптических технологий, которые сегодняшнему дню завершаются цифровым, победой цифрового над всем остальным. Но из этого никак не следует, что книга, газеты, иные прочие привычные нам бумажные объекты еще исчезнут. Они просто поменяют функцию. Если будет опять же очень грубо, Гутенберг. Да, замечу, что визуализация – это католическая церковь, а технологизация книги – это протестантизм. Это глубоко религиозно укоренено в опыте двух этих конфессий. Книга с эпохи Гутенберга все более массовая, все более тиражная, все менее роскошная, все более демократичная. Вплоть до, когда происходит окончательная революция, в 1799 году, в год рождения Пушкина, появляется роторная машина. Бобина без конца вращается, печатная форма шлепает, и это означает, что мы вступаем в тиражную эпоху. И печатная становится окончательно демократическим, дешевым. Это газетно-журнальная эпоха, захватившая человечество. Теперь мы вступили в обратную фазу. Демократическим, массовым, роторным по существу становится электронная, а бумажная становится опять роскошным, дорогим и штучным. Оно не исчезает, а меняет функцию. Что с газетой? Газета, скорее всего, остается либо листком, который раздают бесплатно в метро, и там за счет рекламы, и то не знаю, насколько это проделать, либо дорогим продуктом в дорогом кафе с утра. Ритуально. Понимаете, да? То есть предмет, с книгой бумажной то же самое. Она становится все более штучной, она становится все более интересной, все более изысканной. Что касается художественной литературы, то у меня была гипотеза, которая уже подтвердилась, что книгой первого чтения будет электронная книга, книгой второго чтения бумажная. Бумажная книга – это то, что нам так понравилось, что мы захотели поставить на полку. И непрагматично, бесполезно. Это очень важно. Абсолютно. Роскошно это и есть бесполезно. То, что мы захотим. И вот первый прорыв в этом смысле технологии Ридера РУ, когда вы покупаете книгу, как покупаете проездной билет. Вы можете купить билет на одну поездку, можете купить билет на несколько видов транспорта, а можете единый проездной. И если единый проездной, то вы откладываете момент получения бумажной книги до момента, когда вам это понадобится. В любую секунду вы можете ее в любом аппарате через 20-30 секунд получить в готовом виде. Это первый прорыв. Дальше будет все проще. Второй параллельный путь – это гибкая электронная бумага, которая уже есть, она просто пока дорогая, но она теплая, она может с ней совместима функция, очень важная – это хлопнуть муху, ну, как школьный учебник. Что такое школьный учебник? Это многофункциональное устройство, позволяющее получать знания и шлепать по башке одноклассника на перемене. Поэтому планшеты – плохое решение. А ридеры не годятся, потому что экран бьется слишком быстро. Как только будет гибкая электронная бумага, вот электронный учебник расцветет пышным цветом. Если всерьез говорить, да, абсолютно всерьезно, конечно, А – штучное, Б – но роскошное не в том смысле, как в наших книжных магазинах эти тяжеловесные, с золотыми обрезами, такие вот неподъемные, это неудобно. Роскошное – это как современный ювелир, он мыслит ведь не так, как ювелир XVI века, он принципиально иначе, это совершенно другая, вот эта современная, легкая роскошь. Это и будет бумажная книга. Кроме того, это красиво. – Вы сказали, что государство ставит задачу идеологии. Просто любопытно, они как-то это формулируют. Все-таки вы от государства исполняли заказ по учебникам. Кто-то вам задачу ставил, а если ставил, то кто и как они формулировали, что они хотели хорошего, или с кого они хотели списывать, или что там они позитивно. – Нет, это другое. Пока мы еще не вернулись к модели, когда государство заказывает учебник. Государство утверждает стандарт и дает гриф учебнику. Учебники по-прежнему выпускают частные издатели. Правда, Ротенберг, насколько частные или не частные, но просвещение владелец Ротенберга, но я, к счастью, в Дрофе. Не знаю, к счастью, но не важно. Это тоже частные, это Эксмо, владеющие Дрофой и так далее. Поэтому мы, конечно, зависим от государства, потому что оно определитель границы рамок и штамповщик на выходе. Без его грифа школа нас покупать не будет. Поэтому мы должны считаться законодательной базой. Но там, строго говоря, государство пока в этой части штамповщик аккуратный. То есть что? Оно не приказывает кому-то писать про что. Сейчас просто началась внутри государства борьба за превращение этого. Но там же и внутри элит борьба. Если взять учебник, давайте учебник про историю. Слышали наверняка про этот единый учебник по истории, если отойти от литературы. Как возникла вся эта система? На заседании Совета по толерантности в Еврейском музее Путин сказал буквально следующее, что не может быть региональных версий всей школьных общей российской истории, поэтому нужен единый учебник. Имея в виду, не что это один учебник, а как человек, не очень разбирающийся в педагогике, вообще политик не обязан разбираться в педагогике, он сказал, что нужен стандарт, не зная, что стандарт есть. Ну, понятно, да, если у нас будет татарская версия истории, чеченская версия истории, удмуртская версия истории, российская, страна не может так функционировать. Вообще, это очень сложная проблема, с которой имеют дело все страны, и это меняется. Евросоюз, который должен выработать единые стандарты описания предшествующей европейской истории. До этого было просто. Вообще, вся как история в школе изучается. Мы побили их. Все, да? А когда непонятно, кто такие они, кто такие мы, например, там Боши, да, и эти самые лягушатники. А если больше не лягушатники, а европейцы, то кто кого побил, кто победил. Ведь все, концепт меняется совершенно. Все, вы излагаете события, но вы задаете совершенно другую рамку. Он ничего плохого в данном случае не имел. Но тут же, понятно, группа влияния, которые немедленно хватаются за эти слова, начинают бороться за единый учебник. Тем более, как выясняется, единый учебник уже к этому времени был готовый, изготовлен в институте, который финансирует Якунин, Сулакшином. И вот его хотели уже сразу. Правда, Сулакшин тут, к счастью, прокололся. Вот что-то не то политическое сказалось. Тут закрыли, выгнали, учебник не взяли. Ну и так далее. Но в итоге дальше началась мучительная процедура, когда педагоги включились. А без них трудно, да, правда? Все-таки как-то совсем уж не обойдешься. И дальше в итоге создали культурно-исторический стандарт, который есть просто стандарт. Улучшенный. Ну что как стандарт? Это какие темы? Ну что должно быть обязательно во всех учебиях? Какие темы проходим? Как Иван Грозный? Вот как мы его? Как положительного героя, как отрицательного или как нейтрального? В культурно-историческом стандарте написано «Противоречивая эпоха и фигура Ивана Грозного». Вот ради этого, значит, тысячи людей на государственные средства, тратя миллионы человека часов, заседали, в это включались высшие государственные чиновники, разруливал Путин, присматривали на рыжки. Я не шучу, это правда. В итоге получилось, ну, могло бы, наверное, лучше, но, в общем, люди неплохие там, в конце концов, получили. А? Есть. Ну как? Владимир, красное солнышко. Ну, то, что было совсем давно не... Но, я замечу, что там возникнет чудовищная проблема, потому что все это было утверждено до Крыма. Концепция меняется. И что вы будете делать с Корсунью? Ну, в истории еще что-то можно сделать с Корсунью. А в курсе литературы, который должен быть синхронизирован, да, с тем, что не Киев, матерь городов русских, а Корсунь, колыбель русской цивилизации, оно может как угодно сказать, но у нас нет текстов. Мы при всем желании... Это я просто... Да, да, да. Была комиссия, я это Сергей Борисович Иванов, который это подсказал. Мы бы рады. Невозможно. Мы с текстами работаем. Ну, а про это нашли, наверное, не говорим. Ну, если только, значит, создать... Или там Виллисову книгу отыскать какую-то, которая, конечно же, сгорела в библиотеке «Инион». Как вы догадываетесь, ее прятали от нас в библиотеке «Инион». Я уже читал, значит, это все. Ну, там можно теперь на библиотеку «Инион» сослать... Понимаете, про что я, да? То есть, значит, государство ставит рамки. На сегодняшний день с теми рамками, которые есть применительно к литературе, можно работать. Например, какая-то случая? В истории хорошо... Ну, вот есть федеральный государственный стандарт образца 2012 года. На его... Там... В чем его смысл? В том, что там старшая... Ну, сейчас это будет немножко по-тругому. По-старому называть. Средняя и старшая школа. Вот пятая, девятая средняя, десятая, одиннадцатая старшая. Там должны быть такие-то компетенции, такие-то навыки, такие-то деятельностные установки. То есть, это не знаниевая парадигма, а деятельностная. Это очень правильно. Слова чудовищные звучат, не по-русски, да? Но установка абсолютно правильная, очень современная. К нему должны быть примерные программы по всем предметам. Вот... Что-что? Ну, хорошо, там, не знаю, компетенция должна... Человек должен уметь читать и объяснять прочитанное. Это уже хорошо. Но он должен излагать письменно свои мысли. Поэтому там, вот, когда вводится сочинение, вот сейчас... Нет, это стандарт. Это предмет. Это предметная область. То, что вы говорите, это концепция воспитания, которую сейчас примем. Ну, это отдельная плоскость. То есть, мы не путаем задачи воспитания и образования. Это описывается как образовательная задача. Сочинение. Почему сочинение сейчас предлагается писать на материале... Не про литературу, а с привлечением литературных примеров. Это очень важно, да? То есть, вы не анализируете текст в сочинении, а рассказываете о том, как вы видите проблему, привлекая литературный материал, демонстрируя, что вы это читали. И это принципиально разные установки. Да, вот это вот задача. Государство этого пока... Да. Из-за чего была весь этот год борьба? Из-за того, что столкнулись там две установки. Одна, что должен быть список стопроцентный, и учителю никакой, и школе никакой воли. Второе, это должна ли быть там современная русская и мировая литература или не пущать. И третье, вариативно ли. И поскольку терять нам нечего, мы всем говорили правду, и это оказалась позиция, в общем... В итоге, 2 апреля будет весь список всех программ, по всем предметам утвержден, опубликован. В частности, по нашей дисциплине, по литературе, это приемлемый компромисс. То, что там достигнуто, это приемлемый компромисс. Я предложил формулу такую, давайте попробуем построить матрешку. У вас литература, мы открываем там для одних школ, потом совсем маленькая для других, чтобы это можно было построить, ну, как конструктор. Мы строим, как конструктор. И это оставляет учителю, школе, городу, области право, чтобы ни мы, условному, чеченскому учителю, где имам, зауч, не навязывали, ни они нам не навязывали. Давайте дадим каждому региону, каждому городу, к чему готовы, то и делать. Я же, понимаете, так же, как это касается выхода за пределы школы, в Шарли ибду, да, вот в чем я был бы абсолютно согласен с Чечнёй, если бы был митинг. Не заставляйте детей-мусульман на уроках рисования изображать человека. Я за. Нельзя. Я абсолютно солидарен, потому что в их традиции это невозможно. Но мне они не могут запрещать. Понимаете, да? И проблема состоит не в том, что ни я Чечне, ни Чечне, а мне навязывать ничего не можно, кроме одного, кроме ядра. Вот минимальное ядро, пересекающееся, должно быть. И вот в этом пересекающемся ядре мы все едины, а дальше мы расходимся. по... Ну что, у вас все, что положено. Гоголь, Пушкин и современные ничего в ядро не попадает. Это как раз вот... Да, потому что как только вы в ядро включаете что-либо из современного, начинается истерика. Более того, эта истерика настолько наглая. Ну вот помните, был скандал, когда Пушкин выступал... Ой, извините, Пушкин. Путин выступал... Ну, хорошо. Ну, наше все. Наше все. Солнце русской политики. Выступал на заседании вот этого комитета растерженных матерей, или как он там называется, во главе с этой безумной женщиной из Дании. Да. Вот. Ему какая скотина положила на стол бумажку, что из школьной программы выбрасывают Лескова, чтобы изучать Улицкую. Первое. В школу... На тот момент вообще не было никакой программы, поэтому нечего было выбрасывать, нечего было включать. Второе. Никому не удастся Лескова, пока он понятен, выбросить из школы, потому что это образцовая литература, которая очень удобна изучать жанр рассказа. Образ там... И поехали. Даже если в стандарте не было бы, его все равно выбросить не удастся. А он в стандарт все равно войдет. А у Лицкой нет в стандарте. Она есть в некоторых программах отдельных учителей, отдельных авторов учебников, потому что им удобнее на этом материале рассматривать... Понимаете, да? А где-то в Чечне будет писатель чеченский, современный, неважный для нас. И очень важный для них. А в Удмуртии в той же будет... Там, поскольку есть проблема взаимоотношений с удмуртским национальным языческим миром, какой-нибудь будет непонятный нам с вами языческий удмуртский мир. И так далее. А что-то будет ядром. Весь набор. И минимальный из национальных литератур тоже кое-что. Кайсын Кулиев из 20 века. То, что прошло... Солженицын входит в эту ядру. Что-что? Солженицын входит в эту ядру. Конечно. Вопрос другой. Про зарубежную нет. Мы даем... Нет, ну, конечно, как, Илиада во фрагментах, Шекспир, там не дается современный, понимаете? Но классическая, мировая, в образцах, разумеется, да. Но вы же можете в эти 30 вариативных включить только зарубежную, если ваши дети хотят работать с современной зарубежной. Если они готовы. Ну, понимаете, я приду там в школу, не знаю, есть такие, в той же Удмуртии селение Бесермян, с таких... Они частью русские, частью Удмуртии, ассоциируют себя с теми и другими, и начну им рассказывать, я не знаю, там, про... Что? Про Generation Pile. Ну и что? Я не получу контакта. Ну и зачем я буду это делать? Правда? Или я начну там брать, не знаю, какого-нибудь современного английского или французского писателя. Не будет встречи. Так же, как... Понятно, да? А с Солженицем другая проблема. 11 класс настолько плотный, что даже в сокращенном виде архипелаг ГУЛАГ, который подготовила Наталья Дмитриевна Солженица, это очень важная книга, технологически не прочитать, не успевают. Вообще, 11 класс в силу того, что в 11-м все забрасывают учебу и затачиваются на ЕГЭ, то мы понимаем с вами, что все это благие пожелания. Вот это все в учебнике есть, в учебных пособиях есть, а как реально в 11-м классе уговорить... А там вся... Весь 20-й век там, там вся современка. Что там делать, мы не знаем. Я просто имел в виду, что говорили, что в ЕГЭ не приветствуют с одной стороны, но вы, что на Наталье Дмитриевне у первого лица бываете. Вот вы знаете... Нет, во-первых, Наталья Дмитриевна возглавляет комиссию по сочинению. Нет, она как раз вот... И пока до школы это не дошло, вот борьба с советизмом, антисоветизмом, пока это не дошло. До истории да. Там глобовое столкновение про Сталина, можно ли насилие в пользу индустриализации. Это... Да. Мы, слава Богу, с этими проблемами пока не сталкиваемся. Но самая для нас проблема педагогическая другая. В 11-м классе вы можете что угодно поставить, это все равно не будет прочитано, потому что если они не готовятся специально сдавать литературу как основной, то они в это время натаскиваются по остальным. Потерянный класс. Часы абстрактных говоря есть, а реальности их нет. И тут уже ничего не поделаешь. Очень красивую конструкцию такую рассказали технологического процесса, что дается на дом некая задача, она сама самостоятельно изучается, а потом преподаватель ее должен расширить и вовлечь и так далее. Очень красиво, но на мой взгляд у меня сын в пятый класс ходит, не работает. И вопрос заключается в следующем. в своей лекции вы сказали, что параллельно школьной программе формируются некие центры активные, и я тоже в своем детстве ходил, кстати говоря, в кружок, занимались сценировками различными и так далее. То есть это был хороший интерактив такой, который вовлекал в литературу. На сегодняшний день, если мы стоим на такой позиции, на такой конструкции, конечно, здесь масштабного решения вопроса не будет. Ваш позитив, он для меня радостен, но все-таки я пессимист в этом отношении. Поэтому участие государства однозначно нужно. И здесь выступает на первую роль все-таки преподавателя. У меня вопрос, а что в преподавательском составе? Мы говорим литературу, сейчас будет иметь значимость в обучении. А что тогда, кто у нас на сегодняшний день готовит такого качества преподавателей? И даже если вы сейчас дадите такую вариативность существующим преподавателям, и мы говорим традиции Пушкина на Казе не объедешь и так далее. А насколько есть у нас уверенность, что тот сегодняшний преподавательский состав готов это сделать, сразу же врубиться, образно говоря, в вашу программу? И что мы будем иметь на сегодняшний день на скамье обучения новых преподавательских кадров? И вообще ведется ли такая работа? Давайте сначала про учителя, который не готов. Да, действительно. Поэтому еще раз говорю, 30-30-30 это модель обязательного вариативного, обязательного, рекомендательного и вариативного. Но вариативность, вот я на этом стоял, я не являюсь автором этой примерной программы, не являюсь автором концепции филологического образования, которые конфликтовали между собой, я член согласительной комиссии, мы выстраивали возможность между взаимоисключающими позициями найти компромисс. В чем моя формула? Вариативность предполагает право отказа от вариативности. Но если уж мы последовательно вариативны, мы должны учителю предоставить право отказаться от вариативности. Да. И поэтому в этой системе она так сконструирована, что учитель, который не хочет, не готов к этой вариативности, он может получить стопроцентно готовую модель и только по ней работать. это подушка безопасности. Понятное дело, я как автор учебника могу сказать, для чего нужен вообще учебник, например. Он нужен плохому учителю, чтобы он не спустился ниже определенной черты, такое бетонированное дно. Среднему учителю, для того, чтобы помочь ему в реализации его замыслов, а хорошему в том случае, если ему неохота объяснять какой-то предмет или он считает, что это второстепенно, он вообще ему не нужен. Понимаете, поэтому мы и на хороших, и на средних, и на плохих должны разрабатывать одну единую модель. Представительский состав. Кто готовит? Сегодня в довольно сложном положении Московский Ленинский Петроинститут, в котором мы учили, там идет довольно сложная реформа, вызывающая конфликт. Во главе поставлен ректор Семенов. разово есть факультет, который Кудрин возглавляет в Питере в рамках университета и попытка Семенова преобразовать. Конечно, это должно быть серьезное высшее образование с установкой на педагогическую часть, а не, как сейчас, это школьные курсы, фактически это никуда не годится. Кадры слабенькие за пределами Москвы, Питера и еще нескольких кровных городов, но они и будут слабенькими до тех пор, пока машина не запустится. Вы понимаете, если это второстепенный предмет, то вас он вербует второстепенных учителей. Как только это первостепенный предмет, он начинает вербовать первостепенно. Это как с библиотеками. Вот там я довольно много занимался проблемами реформы библиотечной сети. Вот в конце 90-х годов кто такой типичный библиотекарь? Затреханная тетка, который платит копейки, который ничего про современность слышать не хочет, который тяжело вообще все это про компьютеры, дети надоели. К сегодняшнему дню нормальный библиотекарь примерно та же тетка, но вполне современная, живая, энергичная, разобравшаяся в четвертом разделе гражданского кодекса, понимающая, что коммуникативный мир победил, что библиотека это место, где приходят поспорить в кафе, в мультимедийный зал обязательно существует рядом с книжным, что советская теснота и закутки никуда не годятся в современном мире, чтобы библиотекарь открытое пространство. Вы поняли? Те же самые тетки. Почему? Потому что жизнь заставила. Потому что встал вопрос, вы будете или вас не будет? И те, кто захотел быть, очень резко развернулись в сторону современности. Очень современный слой людей. Возрастной, но очень современный, очень часто. Причем не только в Москве. Так, я думаю, будет с учителями. Если процесс запустится, смена... Вопрос через зарплату, как это часто говорят, решается плохо. Потому что если вы прямо сейчас повысите всем зарплату резко, то тогда вы никогда не добьетесь смены учительского состава. Понимаете? То есть нынешнему составу резко поднять, сама по себе проблема поднимать надо. Но вследствие меняющейся реальности. В Москве это проще сделать. В Москве все-таки есть система воспроизводства. В регионах труднее, а в деревнях вы сами понимаете, что это наследуемая должность. Потому что это бюджетная. Там, где нет у вас постоянно регулярной зарплаты, то те жалкие 15-17 тысяч, которые платят учителю, это регулярные деньги. Там отдельно. Нету единого решения для всех. Что касается государства, я не говорю что без государства нельзя. Я как раз понимаю, что инструменты должны быть в руках государства. Я на нынешнее государство в этом отношении плохо могу рассчитывать. Расчет на него плохой, потому что оно встало на путь архаизации как политики. Я понимаю, что архаизация как элемент политики иногда бывает необходим, но и как элемент, а не как системное решение. Школа очень легко адаптируется, школа вообще адаптивный институт. Если вы перед ней поставите задачу архаизации, она станет институтом архаизации. Если вы перед школой поставите задачу быть институтом модернизации, она будет институтом модернизации. Я побаиваюсь государства, потому что оно сегодня очевидным образом ставит задачу архаизации. При этом тезис о необходимости развития не снят. А как вы будете, откуда вы будете получать новых людей, способных решать новые задачи, если вы архаизируете их с детства? У меня ответа нет. Сегодня же, вы понимаете, кризис-кризис, да? Но кризис это такое состояние, когда тысячи людей ищут работу, а на тысячи мест невозможно найти людей. Одни ищут, а других не найдёшь. Вот, нет, кризис это шанс начать новое, что-то с нуля и так далее, это понимаем. Во-первых, большое спасибо за информативную лекцию. У меня вопрос про литературных героев. Про литературных? Героев. В каждую эпоху были свои герои. Если мы вспомним XIX век, герой нашего времени и так далее. А в советское время были свои герои. Вот в наше время такие существуют в современной литературе. Есть ли герои, на которого можно было бы ориентироваться? Спасибо. Ну, вы попробуйте ориентироваться на героя нашего времени. Значит, я просто в связи с этим расскажу любимую мою историю про читательскую ошибку Николая Первого. Николаю Первому подарили свежевышедшие, в двух книжечках вышел герой нашего времени. И, как вы помните, он довольно прихотливо построен. Там сначала рассказ рассказчика о встрече с Максимом Максимовичем, потом Максим Максимович рассказывает о своих встречах с Беллой и Печориным. Потом мы узнаем, что Печорин умер, а потом мы читаем дневник Печорина. Возвращаемся еще раз к тому, что было, и заранее знаем, что все кончится не так, как кажется. И Николай Первый, получив книгу и прочитав первый томик, где рассказ рассказчика о Максиме Максимовиче, где рассказ Максима Максимовича о Белле и Печорине, страшно обрадовался, ему очень понравилось. Он решил, что Лермонтов наконец-то исправился. И создал портрет героя нашего времени. И кто этот герой нашего времени? Максим Максимович. Потом он прочитал вторую книжку и расстроился, потому что все оказалось, русский писатель его надул. Так и здесь. Мы не можем с вами... В советской литературе была, она все-таки, советская литература, как ни странно, она ориентировалась через голову русской классики XIX века на традицию просвещенческую и допросвещенческую, на классицизм и на древнерусскую церковную традицию. Она воспроизводилась про житие, при том, что она была антирелигиозной, но житие как жанр было ей понятнее, чем роман. Роман всегда про сложного человека и про любовь. И, соответственно, тоже сложная, потому что иначе у вас сюжета не будет. А житие было понятнее. И философский роман был понятнее в советской литературе. Поэтому она скорее такая через голову эпох. Сегодня мы все-таки либо вровень с современностью, либо как минимум на XIX или XX век. Там не может быть абсолютно положительного героя. Там может быть герой... Если вы берете замечательного писателя Маканина, такого современно живущего классика, он несколько лет назад, в году в Седьмом, выпустил роман, который называется «Асан». Это такое имя чеченского божества. Роман о чеченской войне. Понятно, что это роман, это не история чеченской войны. Понятно, что там все в войне было не так. Это не имеет значения. Но у него там есть положительный герой. Майор Жилин. Догадываетесь, откуда фамилия пришла. Чем занимается майор Жилин? Как на всякой войне он торгует. Торгует и со своими, и с чеченцами. Подкатывает бочки с нефтью, перепродает. Ну, как нормальная договорная ситуация. Это вообще концепт Маканина, что война есть торговля. Что же в нем такого хорошего, а он, несомненно, положительный герой? А он за своих солдат жизнь готов отдать и в конечном счете отдает. Вот этот торгаш, со всеми сговаривающийся, перемигивающийся, лавирующий, а за солдата жизнь отдает. И это делает его героем. Не то, что он без страха и упрека, а только это. Понимаете, да? Это и есть современный герой. Мы с него не можем и не должны ни в коем случае делать жизнь. Мы должны ему сопереживать. Таких героев, которым можно сопереживать, сегодня достаточно много. И не важно, какая идеология у писателя. Это может быть, там, Захар Прилепин, который, там, Крым наш, да, и на Донбасс все возьмем винтовки и пойдем в кружки. А это может быть, я не знаю, там, какой-нибудь, какая-нибудь Улицкая с ее жесткой антивоенной позицией. И у Захара Прилепина есть герой Саньки, да, которому ты неустроенный в этой жизни, не вписавшийся, протестующий, воюющий с ней. И ты ему сочувствуешь, независимо от того, совпадают твои взгляды со взглядами писателя или нет. Или берешь Людмилу Улицкую и читаешь Медеи и ее дети, да, и сопереживаешь им, независимо от того, какая твоя позиция, какая позиция у Улицкой. Это и есть литература. Потому что, когда мы принимаем или не принимаем на основе совпадения и несовпадения наших взглядов, это все, что угодно. Это журналистика, публицистика, философия. Но это не литература. Литература – это когда, вот, мне взгляды Толстого, не близки ровно до тех пор, пока я не открываю войну и мир. Пока я, когда я открываю войну и мир, все. Я забываю о том, что мне взгляды не близки. Когда закрываю, опять вспоминаю. Вот это и есть литературный процесс. Успешность в современном бизнесе в значительной степени определяется эмоциональным интеллектом. Вот насколько, на ваш взгляд, в рамках школьных курсов, конкретно в рамках литературы, развитие эмоционального интеллекта имеет смысл ставить такую задачу? Имеет смысл, только, к сожалению, это уже зависит полностью от учителя. Опять же, это уже не к авторам учебника. Учебники – это каркасы. И там про эмоциональные уроки, разумеется. Поскольку в школе, в реальной, современной российской школе, нет предметов религиозного пока звучания, то литература берет на себя все функции, включая и эмоциональную, и, не могу сказать религиозную, но какую-то выходящую за пределы узкого прагматического интереса. Какую-то вот такую ядро. Конечно, да. Конечно, да. Но это не столько изучение, сколько школьная дискуссия, разговор вокруг. И это невероятно важно вообще в современном мире, где стрессоустойчивость и вообще условия выживания. Современный человек получает такое количество мгновенных разносторонних ударов, что если у него нет разветвленной эмоциональной системы, он не умеет распределять по разным оттенкам эмоций. Он просто не справляется с ударом. А у наших школьников в основном двоичная система. Она очень хорошо, плохо, грустно, весело, красиво, некрасиво. При этом красиво, хорошо и весело это одно и то же, а грустно, некрасиво и плохо это тоже одно и то же. Но может быть тогда это и выводить в приоритет при изучении литературы? Так нет, есть еще одна традиция, к сожалению, она труднопробиваемая через учительское... Не знаю, может, не к сожалению, но она просто не работает. Например, как в Германии. Как там изучают литературу, там метод основной такой. Вот есть некоторая жизненная ситуация. Мы говорим про эту жизненную ситуацию и еще читаем два-три произведения, в которых эта жизненная ситуация, ну там условно от балды, развода родителей. Или, не знаю, первая в любовь. Или конфликт с ровесниками. И мы на материале этих произведений обсуждаем эту волнующую нас тему, увлекая. Но никто не мешает так ставить вопросы в нашей школе с ее литературоцентризмом. Изучаем произведения, в связи с этим ставим и волнующие детей вопросы, начинаем обсуждать. Это зависит от учителя. И хороший учитель, конечно, всегда идет на это. Всегда. Какой бы он заумный интеллектуал ни был в обыденной жизни, он все равно работает с реальными детьми, смотрит в реальные глаза и вытягивает из них эту эмоцию, расширяет ее. Конечно, конечно. — Александр Григорьевич, а можно я прокомментирую еще ваш ответ примером фильма немецкого, где как раз речь идет о школьном учителе, причем литературе. Называется этот фильм «Эксперимент 2. Волна». Вы, наверное, знаете первый эксперимент по опыту Зимбарда, а второй, где учитель объявляет факультатив по литературе, где обсуждает, и к чему это приводит, к каким-то социальным последствиям, в общем, исключительно тяжелым. Это очень такая вещь, я бы сказал, непростая. Поэтому когда мы... И вот я обздрагиваю от слова «воспитание», честно говоря, когда слышу его, потому что в других языках этого слова не существует. Вот в английском языке точного перевода слова «воспитание» нет, потому что в воспитании есть некое насилие над личностью, потому что это все-таки целенаправленное формирование чего-то. Значит, если целенаправленное, значит, есть норма. Норму кто-то задает. И дальше начинается вот такая проблема. Поэтому как раз мне очень нравится, когда речь идет не о воспитании, а о представлении противоречивой эпохи Ивана Грозного. Вот когда есть противоречивость... Противоречивость называется просвещение. Да, просвещение. Да. Традиция вообще просвещенческая. У нас нет ни образовательной, ни воспитательной. Это просвещенческая линия. Вот это замечательно. Противоречивость. Продолжение следует...